Рекомендательное письмо Рекомендательное письмо Рекомендательное письмо Привет, Берген С трудом пробрался Я привыкла к толпе, пока две недели работала в универмаге Уволили? Ты такая талантливая актриса, работала в универмаге Вот вам и шоу-бизнес Но если мне когда-нибудь достанется роль упаковщицы покупок, я ее превосходно сыграю Ни кто лучше меня этого не сделает Тебе нужен муж и нормальное жилье Я могла бы рассмотреть кандидатуру Чарли Маккарти Вряд ли, если познакомишься с ним поближе Кей, я последнее время думаю о том, что мы с Чарли должны расстаться Расстаться? Ты и Чарли? Да, людей больше не интересуют чревовещатели и их куклы Что за мрачное настроение? Перестань, сегодня Новый год, выше нос Следующий год будет лучше для нас обоих Надеюсь Что это? Субтитры сделал DimaTorzok Эдгар, смотри Видишь, где они останавливаются? Это наш? Не знаю, возможно Так и есть, это наш дом Чарли, там Чарли И моё письмо Куда? Вернитесь! Эдгар, возьми в моей комнате рекомендательное письмо в ящике комода Отойдите, отойдите назад Мне кажется, он меня не услышал Куда ты бежишь? Ненормальный Назад Чарли, надо бежать отсюда Почему хозяйка же согласилась подождать квартплату до понедельника? Что она задумала? Выкурить нас отсюда? Нет, дом горит Тогда бежим отсюда Жонглёрам удалось выйти из здания? Каким ещё жонглёрам? Стойте на месте Ладно, не кипятитесь Граждане, отойдите подальше Как вам это нравится? Задаёшь ему простой вопрос, а он... А я вас знаю Я очень рада Правда знаю Вы живёте там, на третьем этаже А я живу напротив Видите, где люди в окнах? Мой дом горит, а он мне загадки загадывает Эдгар, ты нашёл моё письмо? Какое письмо? Она вам написала, что дом горит Кей, ты куда? Подождите Вернитесь Вы где? Вернитесь Куда вы бежите? Вы с ума сошли? Там огонь Вернитесь Какая же глупость Зачем вы так рискуете нашими жизнями? Кто просил вас бежать за мной? Резонно Может, он на ключ закрыт? Если вы перестанете кричать на меня, может быть, я смогу его открыть Давайте, быстрее берите то, что вам нужно, и идём отсюда Вот оно, слава богу Наверное, это очень важный документ Да, важный Не бойтесь Попробуем там пройти Не беспокойтесь Мы сейчас выберемся Дайте, я вам помогу Вот так Что с вами? Всё в порядке Как мы спустимся? Идёмте туда Вы спрыгнуть сможете? Спрыгнуть? Да, наверное Ну вот, как самочувствие? Нормально, спасибо Если бы не вы, я бы не выбралась Вы мне жизнь спасли Вы хотите записать меня в герою? Барри Привет Барри, спускайся Огонь уже наверху Я там живу Вы мне говорили Вы ещё мало знаете Должен вам признаться Многие месяцы я провёл у этого окна, наблюдая за вашей жизнью Так вы подглядывали? Да Ужасно, правда? Я мог сказать, когда у вас было хорошее настроение и когда плохое Много раз у меня слюнки текли, когда вы жарили яичницу на утюге Идём отсюда Отойдите Что вы толкаетесь? Я не толкаюсь Отойдите Толкаетесь Меня зовут Маккарти Мне всё равно, как вас зовут Отойдите Кей Нашла С его помощью Слава Богу, ты цела Офицер, в дом можно будет войти? Нельзя Там всё разрушено Да, погореть в канун Нового Дода Нас бы всё равно скоро выгнали Что вы будете делать? Мы где-нибудь пристроимся с книжкой У меня есть идея Идёмте ко мне У нас там вечеринка Вы мне начинаете нравиться Осталось ещё три пролёта У вас хоть лестница есть, наша сгорела Очередная конура, если хочешь знать Не хочу Мой дом на холме Барри пришёл Пожар потушен Дамы и господа, я привёл пару погорельцев Мисс Кей Мартин Мистер Эдгар Берген Знакомьтесь, зарытые таланты Бродвея Давайте я пальто повешу Почему зарытые? К сожалению, пока таланты наших артистов зарыты в землю Обжитое место Согласен Да, да Ты видел жонглёров? Они спаслись? Надеюсь, я их не видел Меня зовут Хани Надеюсь, ты не лишилась имущества Это станет ясно только утром Пиво? Спасибо Пиво? Спасибо Нет, нет, Берген Тихо, не мешай мне пить А почему вы, дорогая моя, Чарли пиво не предложили? Простите, пожалуйста, сейчас принесу Ну ладно Хани, моя партнёрша, отличная девчонка Она тебе понравится А чем вы занимаетесь? Мы танцоры Просто сейчас, как говорят наши агенты Мы отдыхаем после долгого утомительного тура А ты чем занимаешься? Я тоже зарытый в земле талант Отдыхаю после первой роли в спектакле Поздравляю Держи, Чарли Наконец-то Спасибо Слишком много пива вредно для маленьких мальчиков Слишком много? Да Вижу, как ты обо мне заботишься Хорошее пиво Да Хорошее? Откуда мне знать Действительно Чарелый вещатель Можете себе представить? Не думал, что они ещё существуют Что только не выносят из горящего дома Что-то она мне не нравится С наступающим, друзья Как, икры нет? Нет, дорогая Этот год был неурожайный Кора, это мисс Кей Мартин Очень приятно Мне тоже А это Эдгар Берген Рад, очень рад познакомиться Это Кора Ферн У неё есть работа Везёт Не надо завидовать Я всего лишь статист Я появляюсь в третьем акте и говорю Я жена Джеффри Он покончил с собой Его можно понять Как тебе не стыдно? Большая кукла смеётся над моей игрой Вот это да Я не знал, что вы играли роль Какой он милый Мне надо найти место, где переночевать Предоставь это Хане Она с хозяйкой нашла общий язык Она очень милая Дамы и господа Мы говорим с вами из радужной комнаты В Рокфеллер-центре Сейчас 15 секунд до полуночи Субтитры сделал DimaTorzok С Новым Годом, Кейл Спасибо, Эдгар Тебя тоже А меня? И тебя, Чарли Наконец-то этот год закончился Надеюсь, следующий будет лучше Я тоже С Новым Годом С Новым Годом Извини Барри, с Новым Годом А мне она нравится, Берген Счастливого Нового Года, Барри Счастливого Нового Года, Кейл Потанцуем? Что это? Даже не знаю, как это назвать А вы? Любовь, скорее всего Пока Спокойной ночи, Джимми Прекратите! Что вы такой шум подняли? Смотрите на его перчатки А как у него рукава заправлены? Ему холодно Ладно, пока я пошла спать Спокойной ночи Спокойной ночи Снег пошел Пошли в комнату Давайте закроем окно Свежий воздух полезен для здоровья Только не моего Спокойной ночи Я постелю тебя на кушетке Спасибо, я сейчас спущусь Спокойной ночи, Барри Спокойной ночи Спокойной ночи Я чувствую себя виноватой У Хани из-за меня столько хлопот Не волнуйся за нее Ей это нравится У Хани самое большое сердце в мире Кажется, уже светает Видишь этот свет над тем зданием? Рассвет Нового года Для тебя это многое значит? Все Ты мне хотела рассказать, что в том письме Правда? Конечно Ты что, не помнишь? Ты сказала, что это ключ к славе, богатству и счастью Вполне может быть Ты собралась замуж? Ничего подобного Тогда я даже не представляю, что там может быть Это рекомендательное письмо Джону Мэннерингу Мэннерингу? Великому любовнику? Да Так говорят На экране и в частной жизни тоже Кроме того, он прекрасный актер Это точно Все Мэннеринги хорошие актеры Надеюсь, оно принесет тебе удачу Спасибо Становится холодно, я лучше пойду Должно быть удобно Спасибо Вы с Барри давно вместе? Пять лет Пять долгих, трудных лет Но я не жалею ни об одном дне Он учил меня Я помогала ему И чтобы пробиться, нам лишь нужно превзойти Астера и Роджер И мы это сделаем Ничто нам не помешает Если Кора захрапит, брось мне ее шлепанцем Ничего страшного Спокойной ночи Джон Мэннеринг Знаменитый актер театра и кино И красавица Лидия Хойт Его 23-летняя невеста Были встречены восторженной толпой поклонников Вчера днем у трапа парохода Мисс Хойт будет Четвертой миссис Мэннеринг Четвертой миссис Мэннеринг Они его любят, но все равно бросают Я тоже так хочу, Берген Мы можем себе позволить одну или две жены Послушайте этого несмышленыша Который час, Барри? Два часа Нужно спешить Ты в этой шляпе пойдешь? Придется, она у меня одна осталась после пожара Подожди Кей Что? Может, лучше сначала позвонить Мэннерингу И договориться о встрече? Нет, у меня это письмо уже столько месяцев Я не дам ему шанса откладывать встречу А ты не слишком много надежд возлагаешь на это письмо? Если он тебе не поможет Надеюсь, ты не слишком расстроишься Поможет, Барри Для меня это будет началом В отличие от Мэннеринга, я тебе точно могу помочь Примерь Хани Ты просто ангел Доставай соболя Соболя? Нет, я не посмею Да, они из ломбарда на 6-й авеню Соболя, представь себе А прежде они не кроликом назывались Мы в доле за 4 доллара Какая прелесть Как я выгляжу? Потрясающе Не знаю, как вас благодарить Ты письмо взяла? Да Я вернусь сразу же после встречи с ним Если новость будет хорошей, я устраиваю вечеринку Пока Пока, удачи Интересно, он ее примет И увидим мы ее после этого Может, будет лучше, если они не встретятся Может, будет лучше, если ты завкнешься Зависит от того, как на это посмотреть Джон Мэннеринг Да Я бы хотела видеть мистера Мэннеринга Мистер Мэннеринг занят Он никого не принимает Я уверена, что меня примет У меня к нему рекомендательное письмо От кого? Если вы меня впустите, я вам скажу Так вы сказали, что у вас письмо Да Если вы дадите его мне Я передам его мистеру Мэннерингу И, возможно, он вас примет Я не могу Я должна видеть его лично Это совершенно невозможно Вот этот джентльмен ждет еще с половины второго Я очень терпеливая Ну что ж, я вас предупредил Это, кстати, превосходный редкий экземпляр Бухарских молитвенных ковров Он не предназначен быть пепельницей День был облачным, Джулс Кладбище Перлашес Казалось грифельно-сером на фоне неба Я пошел по дорожке к гробнице Вы вспомнили об этом, месье Ради друга это пустяк Какой же ты дурак Идиот Я же сказал, не срезай слишком много Я просил срезать седину на висках А теперь у меня такой вид, будто на мне накладка Сэр, легкое просить выглядело бы более изысканно Хватит врать, что тебе нужно? Есть ряд важных дел Держи, Джулс Лу Вудсток прислал письмо, что он пишет Ты старый конократ Это такое приветствие в письме Продолжай Три месяца тому назад я послал тебе пьесу Можешь ее не читать Просто скажи, что возьмешься за нее И вернешься в театр Туда, где твое место Искренне твой Лу Запиши письмо, Эндрюс Мой дорогой друг Как бы ты ни старался Ничто не заставит меня вернуться в театр Старая ты крыса Это она? Да, сэр Пьесу я оставлю себе на память Твой Джон Что еще? Да, сэр К вам пришла дама с рекомендательным письмом Попроси ее уйти Я слишком занят С удовольствием, сэр А еще пришел репортер из газеты Журналист? С прессой нельзя быть невежливым Он с фотографом? Нет, сэр Возможно, у него скрытые камеры Они их прячут в самых невероятных местах Я уделю ему пять минут, не больше Хорошо, сэр Мой пиджак, Эндрюс Сейчас, сэр Прежний мне нравился больше Как этого зовут? Блиццин, сэр Он немец Блиццин? Он кусается? Нет, он хорошо воспитан Я уверен, он не кусается А я не уверен Ситцин, Блиццин, Ситцин Почему ты говоришь с ним на иностранном языке? Он не понимает английского, но у него прекрасные манеры Ситцин Лежать, Блиццин Лежать Прекрасная картина, сэр Проходите, пожалуйста Не вы, вы Добрый день, друг мой Боюсь, я не могу рассказать вам о своих планах до свадьбы Жаль Но вы Джон Мэннеринг, не так ли? Да Что это? Повестка, сэр За неуплату алиментов Извините за беспокойство Репортер Шарлатан Блиццин Тихо, тихо, Блиццин Сидеть, Блиццин Эндрюс Спокойно, Блиццин Тихо Эндрюс Спокойно, спокойно Эндрюс Здравствуйте Мистер Мэннеринг? Да У меня для вас рекомендательное письмо Ах да, письмо Надеюсь, я вас не испугал? Нет, нет Теперь можно войти, сэр Проходите, пожалуйста Спасибо Садитесь, пожалуйста Спасибо Знакомый почерк Графиня Варези? Не думаю, что вы сможете угадать Лучше прочитайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Скажите что-нибудь Где ты была, дорогая моя? Почему я не знал? Я сама узнала, только недавно Сними шляпу Не надо Хочу посмотреть так, как есть Да, теперь я вижу Тот же лоб Те же прекрасные волосы Только у матери они, наверное, уже посидели Очень быстро к концу жизни Она умерла? Несколько месяцев тому назад Я была в Нью-Йорке, пыталась найти работу Что-то меня беспокоило Когда я приехала домой, она Дала мне письмо Так я узнала впервые Она чувствовала, что в долгу передо мной И, возможно, вами И взяла с меня обещание Простите Простите? Дорогая моя Я не хочу быть обузой Обузой? Моя дорогая Да, я еще раз на тебя посмотрю Это возвращает меня в прошлое В ее глазах тоже были слезы, когда я видел ее в последний раз После стольких лет я тебя нашел Первое, что я помню Как мама вырезала статьи и рецензии о тебе И вклеивала в желтый альбом Позже я их читала и воображала, что они про меня Я играла с тобой Офелию, Розалинду, Роксану Эта роль мне особенно удалась И, конечно, там были все твои фотографии Мама не пропускала ни одной Иногда я видела слезы в ее глазах Когда она читала статьи Я спрашивала, почему Она говорила, что это грустная статья Как-то я ее поддразнила Сказала, что она слишком старая Чтобы влюбляться в звезду экрана Она не ответила Как мало мы на самом деле знаем Почему ты так говоришь? Если бы я знал Но откуда мне было знать? Я был так молод, горяч, амбициозен, неопытен Но с известной фамилией, которую надо было оправдать Когда она отказалась уехать со мной из Нэшвилла в тур Я подумал, что безразличен ей Я хотел вернуться, но так и не вернулся То новый сезон То новая пьеса Простите Лидия! Не знала, что ты занят Не буду тебе мешать Лидия, дорогая Какой сюрприз? Это новая? Да Лидия, познакомься с моей протежеем Мисс... Кей Мартин Мисс Мартин Очень приятно Очень приятно Боюсь, я вас задерживаю Мне пора идти Спасибо за вашу доброту Я вас не буду беспокоить, пока вы со мной не свяжетесь Извини Я провожу вас до лифта До свидания До свидания У меня даже нет твоего адреса Как глупо с моей стороны Сейчас запишу Я чувствую себя мерзавцем Почему? Я хотел ей сказать Я даже уже начал Но слово дочь Как будто застряло у меня в горле Я так внезапно стал отцом Что мне не по себе Я понимаю Нельзя внезапно представить дочь Ничего не подозревающей девушке Я просто числавный и помпезный идиот Совсем нет Ты знаменит У тебя есть репутация И поверь мне, я не хочу осложнять тебе жизнь В твою жизнь я хочу добавить счастье Ты всегда можешь на меня рассчитывать В любом деле Как и положено отцу Впервые в жизни я не могу найти слов Не будем беспокоиться о том, чтобы сейчас все рассказать Это так долго было нашим секретом Пусть так и будет Ты меня поцелуешь Я горжусь тобой До свидания Скоро я тебе позвоню До свидания Парикмахер, протеже Почему ты мне лжешь? Считаешь меня дурочкой? Успокойся, Лиди Я тебе не лгал Лгал? Нет Ты сказал, что она парикмахер Да, то есть здесь был парикмахер А теперь она протеже, чье имя ты даже не вспомнил Ложь Ложь Она пришла ко мне с рекомендательным письмом от близкого друга Ладно, если ты мне не веришь, вот оно Нет, нет Я его тебе не покажу Так семья не создается Тебе лучше знать, у тебя был хороший опыт Вера не требует доказательств Если ты будешь цитировать, я закричу Кричи, тебе будет полезно Предупреждаю, Джон Я не такая долготерпеливая, как другие твои жены Как только я поймаю тебя на измене, я уйду тут же Лидия, обожаемая моя Как ты можешь быть так несправедливой к себе? Ты не будь ко мне несправедлив Так прекрасно, так очаровательно Есть ли другая... Хватит, уже слышу жужжание камеры Ты слышишь биение моего сердца, полного любви к тебе Я, наверное, совершенно лишилась рассудка, согласившись выйти за тебя Сделай еще Ты уже прошагал полпути до Мичигана Идемте обедать, я есть хочу Где она может быть? Уже седьмой час Не знаю, скорее бы она пришла Умираю от любопытства С чего ты решила, что она расскажет? Заткнись, Чарли Минуточку, давайте реконструируем эту сцену с научной точки зрения Привлекательная девушка идет в квартиру великого любовника просить протекции Итак, представим Если бы я был великим любовником, и ко мне в квартиру пришла бы девушка Вот вам и ответ Барри, ты куда? На улицу Он расстроился Кей! Барри, я так счастлива Почему так поздно? Все было так здорово Жаль, что не могу тебе рассказать Что рассказать? Он милейший человек Неудивительно, что все женщины с ума по нему сходят Именно этого я боялся Он потрясающий Если бы ты только его видел и слышал Подожди, ты обо мне не забыла? Я Барри, Барри Пейдж Парень, который без ума от тебя О, Барри, я люблю тебя Люблю, люблю, я всех люблю Минутку, а ты случайно, когда целуешься со мной, не думаешь о нем? Что за глупости? Он, наверное, и чародей Да Я всех угощаю обедом Ну как, удачно? Он тебя принял Даже не знаю, с чего начать Он замечательный, вот что я могу вам сказать Он показал тебе свои фотографии? Люди говорят о нем неправду Он такой милый, он и мухи не обидит Хорошо, что он знает, где провести черту Чарли, помолчи Кей, он тебе чем-нибудь поможет? Мы не успели поговорить об этом Но я уверена, что поможет Не успели? Тебя не было несколько часов Я поздно пришла, а потом ждала, когда он меня примет И мы пили чай Давай ты остальное расскажешь за обедом А куда мы пойдем? Чарли тоже может пойти Конечно Если ты его возьмешь, весь ресторан будет на нас смотреть Или я пойду как американский гражданин, или останусь дома в сундуке Я тебя не осуждаю, Чарли Войдите Вас к телефону, мисс Мартин Меня? Кто? Говорит Джон Менелинг Но я сомневаюсь Извините Слушаю Сегодня вечером? Он времени зря не теряет Она произвела на него впечатление Да Конечно, я приду Где и когда? Парк Плаза Будь там в восемь Хорошо? До встречи Хорошо Буду в восемь Пока Барри Да Он хочет, чтобы я с ним пообедала Ты не против? Я против Нет, конечно, иди Но не будь таким А каким я должен быть? Счастливым, потому что ты вместо обеда со мной идешь навстречу с другим Особенно после того, как была с ним весь день Все совсем не так Если бы ты только знал Менелинг не другой, как ты говоришь У него же свадьба через неделю Он любит Лидию Хойт У нее болит голова, и он свободен сегодня вечером Другого шанса не будет И он любезно посвящает это время мне и моим заботам Для меня это так важно, Барри Разве тебе это не кажется убедительным? Конечно, кажется Мне нечем крыть Я не могу найти слабое место в твоих аргументах Они убедительны, логичны, разумны, состоятельны Но, тем не менее, я обижен до глубины души Вот вам и мужская логика Пусть только этот Менелинг попробует тебя домогаться Добрый вечер, мистер Менелинг Добрый вечер, мадам Ваш столик готов Спасибо Позвольте вам предложить Помпано Их доставили из Пан-Бич Сегодня утром самолету Я полностью полагаюсь на ваш выбор Но имейте в виду, это особый случай Спасибо, Сэм Что ты улыбаешься? Потому что мне все нравится Честно говоря, я нисколько не жалею, что у Лидии сегодня болит голова Что бы Лидия с тобой сделала, если бы это услышала? Дрожу при одной мысли, только пойми меня правильно Конечно Просто мне так приятно опять видеть тебя, Кей Это Джон Менелинг и Лидия В чем Лидия сегодня? Это не Лидия Перестань щуриться, лучше ешь Расскажи мне о себе Где ты живешь? Как живешь? Кто твои друзья? Насколько плохи твои финансы? Мои финансы не так уж и плохи Я тщательно планирую свой бюджет Единственная проблема в том, что деньги в бюджет не сходятся в конце месяца Ни один из Менелингов не был в состоянии жить по бюджету Больше тебе об этом беспокоиться не придется, моя дорогая Осторожней, ты шею себе свернешь Мне все равно Это ужасно Три недели до свадьбы, а он уже встречается с другой Ты что, Лидии звонить собралась? Глупости Телефон вон там Слушаю Лидия? Дорогая, это Мод 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 Ролли Привет Ты плохо себя чувствуешь? Мы с Джоном так устали Столько было хлопот Я буду рада, когда свадьба пройдет А так все нормально У меня камень с плеч и пал Когда я увидела Джона с какой-то другой девушкой Да еще такой привлекательной Я за тебя заволновалась Откуда ты звонишь? Парк Лазы Я просто позвонила, чтобы узнать, все ли в порядке Когда он вошел, это была сенсация Сара Сара Да, мисс? Помоги мне одеться Нам повезло Мы пропустили неприятные моменты Тебе не пришлось читать мне норовоучения Решать, в какой школе мне учиться Какое платье надеть на вечеринку Какую прическу носить Беспокоиться о том, с подходящим ли мальчиком Я встречаюсь Он был подходящий? Он был сыном мясника Совершенно нежелательно Я его не видела с 13 лет А после него был кто-нибудь? Один или два Один или два? Ну, один И хорошо Совмещать не надо Я в этом убедился По своим женам Ты очень честен Я никогда чрезмерно не сближаюсь со своими женами Я не позволяю себе слишком глубоко привязываться Потому что не люблю страдать Я просто хорошо знаю наперед, что придет время Когда их терпение закончится И им придется развестись со мной А тебе не приходило в голову, что если бы ты был верным и внимательным Они бы не развелись с тобой? Я всегда думаю, что я такой Потом что-то происходит, но с Лидией все будет по-другому Добрый вечер, мадам Добрый вечер Вы кого-то ищете? Да Спасибо, я уже нашла Потанцуем? С удовольствием Извини меня, дорогая Боюсь, я попал в затруднительное положение Да, конечно Лидия, подожди Отпусти дверь Сначала обещай выслушать меня В последний раз тебе говорю, ты меня, дура, не выставишь Ты ведешь себя глупо Я тебя днем предупредила, что не потерплю измены Отпусти дверь Лидия, ты устраиваешь сцену Если ты не отпустишь дверь, я закричу Мистер Мэннеринг, можно ваш автограф? Конечно Не мешайте мне, извините Быстрее решайте, туда или сюда, мне нужно выйти Лидия Простите, простите Подзовите такси Такси? Что уставились? Я же извинился Затем такси, быстро Продолжение следует... Продолжение следует... Я больше не буду ждать Наверное, что-то случилось Хорошо, мадам Но я была с мистером Мэннерингом Митродотель уже ушел, я всего лишь официант Я не могу взять на себя ответственность 21 доллар? За курицу? Пуле, тетрозини, гарнией, сюклош Не совсем курица, мадам Что ж Можно от вас позвонить? Конечно, мадам Сюда, пожалуйста Спасибо Барри, здесь должна быть поддержка Ну, я забыл про поддержку Что с тобой сегодня? Уже 11 Как всегда в это время Мы наконец-то получили шанс на работу Это всего лишь шанс Давай на сегодня закончим Она уже должна быть дома Так вот, в чем дело Все беспокоишься о Кей Большом Злом Волке? Ты себя ведешь, будто сделан из взбитых сливок Поверь мне, сейчас большой город намного добрее К девочкам из провинции, чем раньше Особенно, если у них есть письма к нужным людям Тебе легко так говорить Ты уже тертый калач Окей, другая Я тоже была такой У меня в голове был ветер, который улетучился после двух сезонов в Маккое И ничего страшного не произошло Так что не будь наивным Может, я и произвожу такое впечатление Но каждый раз, когда я думаю о том, что она с ним обедает, у меня кровь вскипает Вот, значит, как Наверное, я глуп, но Я раньше никогда не был влюблен Нет? Даже не знаю, нравится мне это или нет Кто там? Мистер Пейдж, у вас к телефону Спасибо Барри, это Кей Мистеру Мэннерингу внезапно пришлось уйти, и чек предъявили мне На 21 доллар 21 доллар? Что вы ели? Платиновых фазанов, фаршированных жемчугом? Барри, давай говорить серьезно Ты сможешь найти такие деньги? Думаю, да Мне придется попросить хозяйку Что ей сказать? Хорошо, жди, я скоро приеду Миссис Мэкс Да, мистер Пейдж Вы можете дать мне займы 21 доллар? Нет, не могу, мистер Пейдж Это для Кей, у нее неприятности Мне очень жаль, мистер Пейдж Надеюсь, это не фатально Что случилось, Барри? У Кей неприятности, ей нужно 20 долларов Она в тюрьме? Нет, в Парк Плазе На нее повесили чек Она же с Мэннерингом пошла, звездой экрана Да, пошла Сколько у вас денег? Немного Спроси, сколько у Бергена Наверное, столько же Берген, открывай кошелек У Белоснежки опять неприятности Добрый вечер, мисс Мартин Какими судьбами? Деньги нашел? Да, в конечном итоге Хотя пришлось устроить сборы Выпьешь со мной чаю? Как я понимаю, здесь вам всего 10 долларов за чашку Барри, прошу тебя, пойдем Я так просидела несколько часов Официант? Да, сэр, сейчас подойду 5, 10, 15, 20, 21 Это все Я глубоко сожалею о причиненном неудобстве Вы, конечно, понимаете, что мисс Мартин больше не придет в ваш ресторан Никогда, а я так надеялся Никогда и ни при каких обстоятельствах Пошли, дорогая Это был какой-то кошмар Как ты думаешь, что могло с ним случиться? Я бы не хотела говорить об этом, Барри Спасибо, Барри За то, что спас меня Я утром верну тебе деньги А откуда у тебя утром появятся деньги? У меня в банке немного есть Неужели? Итак, у леди есть деньги в банке У леди есть деньги в банке Барри Что он сказал? Он сказал, что у леди есть деньги в банке Какой же ты дурашка Ну, у тебя же есть деньги в банке? Потанцуем? Барри Что скажут люди? Люди? Ты видишь других людей на тротуаре, кроме нас? Выдающийся артист Джон Мэннеринг в пьесе «Леди сдается» Минутку, у меня есть незаконченное дело Барри Барри Вы что делаете? Коп, бежим Стойте Давай сюда Он бежит за нами? Кто? Коп А он и не бежал Что? Я думал, тебе понравилось убегать Дурачок Эй, дорогая Я люблю тебя Нам не нужны деньги Нам не нужна слава Лишь мир у наших ног Ты выйдешь за меня замуж? Если ты действительно этого хочешь Возможно, я не могу покупать курицу за 21 доллар в плазе Но хот-дог в Центральном парке гораздо веселее Поговорим о том, что я не буду Смотри со мной, Чарли Не могу заснуть Я никогда не сплю Я даже не могу закрыть глаза Я знаю Я пока не решил, как это сделать Ты много еще пока не решил Например? Ну? Кей и Барри Да Она в него влюблена, Чарли Сегодня, когда она не смогла оплатить чек Она в первую очередь подумала о нем А могла бы о тебе, если бы ты не был таким застенчивым Знаю, но я не умею найти нужных слов Я умею Надо было мне с ней поговорить Мне надоело, что ты говоришь за меня Что это? Где 217-й дом? Вон там Иди скажи, что он ошибся адресом Нет Иди, иди Нет Ну и ну На ногах не стоит Кто это сказал? Ладно, ладно Осторожно Умный, да? Ты надо мной смеешься? Да И что ты сделаешь? Боже Говорящая лошадь Вы слишком шумите Вы разбудите весь дом Потише, пожалуйста Да Идите по своим делам Шревовещатель Прошу прощения Я ищу мисс Кей Мартин Кей Мартин? Кажется, она живет в этом доме Подождите минутку Я сейчас спущусь Да, мы сейчас спустимся Уи Кажется, в меня впилась заноза Потом посмотришь Что ему нужно? Вот это да Какая прелесть Для визитов время неподходящее Это не визит И я бы не пришел так поздно Если бы это не было важно Придите попозже Нет Я хочу ее видеть сейчас Хорошо Идите в мою комнату Я попробую разбудить мисс Мартин Какой смешной человечек Знаете, а вы очень забавный Дайте ему в глаз Ну что ты Господин сделал тебе комплимент Он сам что-то может? Нет Я делаю всю работу Поэтому у нас и нет работы Что он смеется? С чего вы так налезались? Что-что? Так нельзя разговаривать С посторонними Выражусь по-другому Надеюсь, мой вопрос вас не смутит Где вы так набрались? Красавчик Если он скажет красавчик еще раз Я ему врежу Полегче, Чарли Со мной шутки плохи Что там за шум? Волос Бергена Неужели он с Чарли разговаривает? Что тут за шум такой? Что происходит? Этот джентльмен хочет поговорить с Кей Джентльмен? Где здесь джентльмен? Дамы, разрешите представиться Меня зовут Мэннеринг Джон Мэннеринг Да, это точно он Пьяный в стельку Извините за беспокойство Кей, Кей Это Эдвард Пришел Джон Мэннеринг Он хочет тебя видеть Минутку Что ты сказал? Пришел Джон Мэннеринг Он хочет тебя видеть Джон Мэннеринг? Ты уверен? Совершенно Мистер Мэннеринг У меня нет альбома Вы не могли бы оставить автограф на стене? Кэтрин, дорогая Я хотел бы... Эдгар Можно воспользоваться твоей комнатой? Конечно Знаешь, Кэтрин Он большой талант Я многое видел в своей жизни Но это что-то невероятное Мистер Мэннеринг Могу я с вами поговорить наедине? Извините нас, пожалуйста Я должен извиниться перед тобой Ты во мне разочарована, не так ли? Я не знаю, что думать Может быть, кофе? Нет, я в порядке Мне надо было приходить сюда в таком виде Но я хотел объясниться Лидия увидела нас в плазе Устроила сцену Все кончено, Кэтрин Кончено? Из-за меня? Да И ты даже тогда ей не сказал? Я не смог Почему? Она не дала мне возможности Даже не захотела слушать Теперь все кончено И мне все равно Когда-нибудь ты возненавидишь меня за это Пожалеешь, что я пришла Не говори так На зеркале места для платков не хватает Это признак богатства Войдите Доброе утро, дамы Привет, Барри Мы можем получить контракт в Питтсбурге Отлично Кей здесь? Нет Ее нет Где она? Ушла Она ушла Ушла? Куда? Не знаю Она мне не сказала Что происходит? Не обращай внимания Мы ночью мало спали Было очень шумно Кора, что-то ты не договариваешь Ничего подобного, что ты Хани Что она имеет в виду? Мэнеринг приходил к ней Мэнеринг? Когда? В 4 утра Ни много, ни мало Он был немного пьян В стельку Наверное, хотел извиниться, что бросил ее в Парк Плазе По крайней мере, мы так думаем Мы мало что могли слышать после того, как они закрыли дверь Кей повезла его домой Правда? Это единственное, что она могла сделать Ясно Значит, так живут богатые бездельники Чарли Берген, если бы мы были драматическими актерами, все это барахло было бы наше, то есть имущество Чарли, я за это много работаю Да ладно, ты всего лишь немного погремасничаешь вместе с популярной актрисой Эндрюс, еще кофе для мистера Бергена и мистера Маккарти Да, долейте мне Еще и официантом подрабатываешь, а, Эндрюс? Извините Ничего, старина, со мной тоже такое случается Абсолютно никакого чувства юмора Знаешь, Берген, это возмутительно, что публика не знает Чарли Он должен постоянно работать, я тоже так говорю Мы уже несколько месяцев не работаем, я думаю, чревое вещание уходит в прошлое Не согласен, Эндрюс Соедини меня с мистером Каммингсом, хорошо, сэр? И поторопливайся Что ты задумал? Я хочу дать Чарли шанс, которого он заслуживает Было бы замечательно Ты слышал, Берген? Я хочу, чтобы и ты со мной попробовал Мистера Каммингса, пожалуйста Мистера Каммингса? Эндрюс, да, я с ним поговорю Тони, это Джон Мэннеринг Тони, когда у нас следующая игра? В воскресенье? Прекрасно Я хочу, чтобы ты вставил специальный номер Их зовут Эдгар Берген и Чарли Маккарти Я только это хотел сказать Они за себя скажут сами Когда ты сможешь их посмотреть? А долго ты там будешь? Хорошо, я их пришлю Спасибо, Тони, пока Прямо сейчас? Зачем спешить? Это вы так думаете, мистер Мэннеринг? Я хотел бы знать Я хотел сказать Пусть лучше скажет Чарли Да, он хотел сказать спасибо И меня еще называют безмозглой куклой Мне нужна бумага, завернуть Чарли Эндрюс, принеси газеты Зачем это меня заворачивать? Ты меня стыдишься? Ты меня удивляешь Не хочу привлекать слишком много внимания Мною пренебрегают Я думаю, лучше всего ее положить на пол На полу жестко Очень мило Извини Полег, Чарли Эндрюс Не порги что-нибудь Наклонись Нет, нет, Берген Так не пойдет Возьмите его шляпу Не забудьте дать мне номерок Помолчи Сдвинься сюда Дай мне подушечку, Берген Извини Сначала завернем ему ноги Отличная мысль Я возьму их с собой Что здесь написано? Судья отказался присудить алименты Хватит Осторожней с моими ногами Не жалей газеты, Эндрюс Я чувствую себя младенцем Не знаю, как его завернуть Давай, я тебе покажу Садись, я тебя заверну Нет Щекотно Я глупо выгляжу Я перевяжу его, сэр Ты молодец, что помог ему Я тебе очень благодарна Я прощен? За что? За вчерашний вечер Конечно Вы слишком туго затянули Я дышать не могу Эй, ты подлый, гадкий, никчемный тип Я побежал Пока он не начал грязно ругаться Да вы еще ничего не слышали До свидания Удачи Спасибо Пока, Кей, Аревуар, мистер Мэннеринг Я вам позвоню вечером, если смогу удрать от Бергена Спасибо До свидания До свидания Кому я сказал до свидания? Эндрису Тогда надо было добавить старый хрыч Тихо Чего мы ждем? Мы ждем лифт Помолчи, пожалуйста Откуда мне знать? Я же не вижу Привет, Берген Залезь обратно Поцелуй меня Хватит Вниз? Да Да-да, и помедленнее У меня слабое сердце Где квартира Мэннеринга? Напротив лифта, сэр Да, сэр Я хочу видеть мистера Мэннеринга Он вас ожидает? Нет Мистер Мэннеринг принимает только по договоренности Скажите ему, это очень важно Я немедленно должен его видеть Извините, сэр, но Будьте добры, присядьте Я посмотрю, что можно сделать Прошу прощения, сэр Пришел господин, который настаивает на встрече с вами Прости меня, дорогая Конечно Как его зовут? Я не совсем понял Если ты опять впустил судебного исполнителя, я тебя уволю Доброе утро Мистер Мэннеринг Да, чем могу помочь? Где она? Она? Кто? Мистер Джон Мэннеринг Великий киноактер Такой потрясающий мужчина, что все женщины в него влюбляются Я рад, что наконец смог вас как следует рассмотреть В чем дело? Всю жизнь у меня было безумное желание открутить вам нос Отпустите Очаровательный Милый, сейчас вы так неотразимы Вы испортите мне лицо Эндрюс, помогите Барри Бедняжка мой Барри, как ты мог? Так ты знаешь этого хулигана? Я посажу тебя за это Убирайся отсюда Барри, что ты наделал? Надеюсь, испортил лицо этому павлину Какой же ты глупец Вот значит как Он твой бедняжка, а я глупец Барри Барри, подожди Он синеет Мне очень жаль Позволь мне Нет, нет, не трогай Тебе больно? Больно? Мне повезет, если я на всю жизнь не останусь обезображен Он был вне себя Кто этот бандит? Он не бандит Это Барри Пейдж Я о нем тебе вчера рассказывала Мы хотим пожениться Пожениться? Да Ну и дела Вчера я обнаружил, что я отец Сегодня, что скоро буду тестем А через год, если все сложится, я стану дедом Извини меня Я постараюсь догнать Барри и все объяснить ему Что объяснить? Что ты мой отец? Я не могу допустить, чтобы он думал обо мне то, что он думает Ах, да Я скоро вернусь Мне конец, Эндрюс Все кончено Я не мог остановить ее Она расскажет Что расскажет, сэр? Скоро узнаешь Читай утренние газеты И смотри, как надо мной будут смеяться Но что вы сделали, сэр? Я не понимаю Ты не понимаешь, что оставаться молодым преступлением? Сколько мне лет, Эндрюс? Насколько я выгляжу? Мне дня больше 35 Лжец Мне 52 И завтра все домохозяйки прочитают об этом за утренним кофе Сделай мне чашку и покрепче Хорошо, сэр Хани Привет, Барри Куда идешь? Кофе выпить на углу Я с тобой Что-то случилось? Нет, ничего Ты думаешь, мы получим контракт? Может быть, если завтра будем в Питтсбурге Будем Иди собирайся Я куплю билеты и подпишу контракт Но, Баррис, какой стати? И не задавай слишком много вопросов Я хочу побыстрее уехать из этого города Ты никого не убил? Ты что, не хочешь ехать? Хочу, конечно То, что хочешь ты, подойдет и мне Так было всегда, правда? Кей была права, когда сказала Что сказала? Что ты любишь меня Допустим, и что? А если я скажу, что чувствую тоже к тебе? Я скажу, что ты врешь Ладно, я вру Ты выйдешь за меня? Барри, ты забыл, что вчера сказал мне, что любишь Кей Это было вчера Я понял, каким идиотом был Искал настоящее чувство, когда оно было все время рядом Может, мне и нужен был пинок, чтобы я это осознал Барри, ты серьезно? Что ты хочешь, чтобы я на голову встал? Ханни Теперь между нами больше никто не стоит Помни это, больше никто Иди, пей кофе А ты куда? Подпишу контракт, пока ты не передумала Войдите Ханни, ты видела Барри? Да, только что Мне нужно с ним поговорить Где он? Пошел к агенту Насчет работы Мы едем на гастроли Я собираю его вещи и свои Как и раньше, только еще лучше Кей, помоги мне, достань чемодан из-под кровати Кей Как ты думаешь? Он сделал мне предложение Мы вместе были пять лет, и вдруг он это сделал Представляешь? Я чуть не упала Когда это случилось? Только что Куда Кора делает чистое белье? Честно говоря, я немного беспокоилась, когда появилась ты Я думала, он в тебя влюбился Бывает же такое Минуту назад тебе хочется отравиться, а потом петь как канарейка Ты, наверное, думаешь, я ненормальная, но... Я считаю, что это здорово, когда люди женаты и работают вместе Я бы ничего не пожалела, чтобы вернуть Барри туда, где его место Думаю, Бог услышал мою молитву об успехе Я только об этом и думаю Конечно, у тебя совсем другое дело У тебя своя собственная карьера и менеринг Не нужно объяснять, Ханни Я желаю тебе большого счастья Вам обоим О нас не беспокойтесь Мы всех знаем, хорошо? Кэтрин, познакомься с мистером Такером Это моя протеже, мисс Мартин Здесь весь Нью-Йорк? Каждый хочет на нее посмотреть На Вейпассе Желаю вам удачи Спасибо Это не пустые слова? Действительно Извините меня Кора, я так рада, что ты пришла Я думала, ты о нас забыла Только не я Кора, ты краше прежнего Спасибо Что там происходит? Чарли Маккарти произвел фурор среди гостей Какая несправедливость, что женщины допускают к игре Я бы все отдала, чтобы увидеть молчащего Чарли Послушайте, я вам открою тайну Там был Руди Велли И так впечатлился, что пригласил Бергена Быть гостем на его радиошоу Боже, правы, что будет делать кукла на радио Не сомневайся, я верю в Чарли Люди, люди, никогда не видел столько лиц Надо сказать, очень видное сборище Чарли, сегодня мы общаемся со сливками общества Сливками, да Что ты имеешь в виду? Ну, знаешь, сливки плавают наверху Да, да Мусор тоже Ну, знаешь, нет Извините меня Конечно Вот это да Разительно отличается от комнат на 44-й улице Я скучаю по 44-й улице Тебе повезло, что ты далеко от нее Там стало как в морге с тех пор, как уехали Ханни и Барри Думаю, следующему едет Берген Ханни тебе не писала? Вчера я получила письмо, их попросили остаться в Буффало Я рада за них Они уже поженились? Нет, Ханни ждет, когда они будут играть в ее родном городе Я без ума от тебя Она трезвая? Трезвая Продолжай Я хочу быть твоим другом Ты можешь быть моим другом, если окажешь мне услугу С удовольствием, какую? Ты одолжишь мне 15 центов до среды? Нет, этого я сделать не могу До вторника, понедельника Нет Что происходит? Ты не говорил мне, что хочешь занять у этой дамы деньги? Я и не собирался тебе говорить Нет? Нет, какая разница? Я же их все равно не получил Я рад, что вы ему не дали денег Кстати, я кое-что вспомнил Что? Я оставил четвертной на столике утром Да? Да А когда вернулся, его не было Не было? Нет А кроме нас в этой комнате никого нет Ну, возможно, мистер Берген Мистер Берген Вы понимаете, что сказали? Да Вы понимаете, что вы сделали? Да Это последняя капля Он назвал меня обычным вором Послушай меня Если я сделал ошибку, это бесполезно Я хочу извиниться Это бесполезно, мистер Берген Вы меня оскорбили Послушай Нет, нет, нет Послушай, Чарли, я хочу извиниться Нет, нет, нет Это бесполезно Мне очень жаль Я хочу извиниться Правда? Да Я не думаю, что ты взял деньги Не думаешь? Не думаю И хочу извиниться Правда? Да Ты простишь меня? И больше ты об этом говорить не будешь? Я больше никогда не буду об этом говорить Хорошо, я тебя прощаю Спасибо А теперь, когда вопрос закрыт, можно? Я оставлю себе этот четвертной Мне кажется, это не очень смешно Нет? Нет Почему же ты заставил меня сказать это? Действительно Это его добило Вы не так умны, мистер Берген? Ты прав Я вижу, как ваши губы шевелятся Правда? Он спалился Да Он мне еще дома выскажет Обязательно Я извиняюсь Следи за собой Хорошо Это портит впечатление Да, да Какой смысл в том, что мы оба будем как безмозглые куклы? Веселье продолжается? Тоже мне таинство Чревовещание Ты просто говоришь басом Ладно тебе Я и сам так могу Что ты там делаешь, Джордж? Жемлю рою Видишь, как легко Ну ладно, ладно Где бы ты был без меня? А где бы ты был без меня? Ну, здесь ты меня поймал Я покажу тебе, где бы я был Продавал бы газеты Ничего подобного Посиди здесь Ты еще переверни меня Мортимор, Мортимор Да, да Иди сюда Как дела? Нормально Хочешь познакомиться с этими людьми? Нет, нет, нет Здесь есть хорошенькие девушки Нет, нет, нет Это Чарли Он смешной, правда? Ужасный Мортимор, как твоя фамилия? Что? Как твоя фамилия? Чья моя? Да, твоя Мортимор Это твое имя? Да, да, да Мортимор Ну, фамилия? Мортимор 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 Это имя? Мортимор Что ж ты не знаешь своей фамилии? Я работаю над этим Ну, скажи Хорошо, что я имя свое знаю Мортимор Снерт Мортимор Снерт? Да, да Так меня зовут Ты городской? Нет, я из деревни Из деревни? Ты работаешь на ферме? Да А что выращиваешь? Кукурузу, картошку и тому подобное Ясно, наверное, там богатая земля Я сказал, там богатая земля Где? На ферме Богатая земля? Да Почему? Раз вы выращиваете все эти овощи? Да Да Что да? Я не знаю Значит, эта земля должна быть богатой Да Богатая земля? Да На ферме? На ферме Нет Да Ты имеешь в виду плодородное? Да Да, да Очень, очень плодородное Мне кажется, это не смешно Ты фермер? Нет, Мортимор Зови меня Дугану Знаешь, Мортимор Я не фермер Но я изучаю хиромантию Правда? Да По твоей ладони я могу прочитать твое прошлое и будущее Правда? И что ты думаешь обо мне? У тебя очень интересная рука Да Ты заметил, что твои пальцы одинаковой формы Да, их пять таких Да Ты видишь, что на указательном пальце ноготь очень широкий Да Это предостережение Да, точно И я больше никогда не буду засовывать его в ухо А вот эта линия здесь Линия любви Прошлым летом ты был влюблен О, боже мой Ты имеешь в виду Ты имеешь в виду Тили? Да Ты был влюблен в Тили? Ну, мы немного подурачились Один раз поцеловались Мне очень приятно сообщить тебе, Мортимор, что ты унаследуешь две тысячи долларов Вот это да Но после судебного разбирательства ты их потеряешь Да Я поспешил радоваться Да Ты много зарабатываешь? Два доллара за партию плодородной почвы Правда? Раньше продавал по доллару По доллару? Ты хорошо зарабатываешь два доллара за партию плодородной почвы Да, Рузвельт великий человек Да Ты увеличил свой доход на сто процентов Да За тот же товар Ну, ладно, извини меня Было смешно, правда, Чарли? Ну, скажи, было смешно? Не говори со мной, не трогай меня Не трогай меня Ладно Тебе понравился Мортимор? Мортимор, так меня ты раньше никогда не унижал, Берген Что ты имеешь в виду? Или он, или я Понятно Нам втроем будет тесно, Берген, вот и все Послушай, Чарли, не трогай меня Ну, ладно Я ему голову оторву Оторвешь? Да Ты так разозлился? Да Не может быть Может Не может Может На тебе прекрасный костюм Тебе нравится? Да У меня новый портной, нет, я тебе не скажу Послушай, Чарли, посмотри на меня Я не хочу смотреть на тебя Не буду Послушай Нет, нет, нет Чарли Чарли, посмотри на меня Посмотри на меня Ты правда на меня злишься? Злишься? Даже не знаю Но все-таки кровь не вода Улыбнись, моя дорогая Так-то лучше Знаешь Я все это делаю, чтобы ты была счастлива Было бы печально осознать, что мне это не удалось Удалось Сцена Впервые за многие годы Джон Мэннеринг встречается с менеджерами и читает сценарии Но не для себя Он играет роль доброго самаритянина для своей новой протеже Кэтрин Мартин Дорогой, я люблю тебя Я приехала издалека в надежде, что ты сделаешь мне предложение Я не могу Почему нет? Сейчас ничто не может этому помешать Как ты можешь так говорить? Слепого человека нужно водить за руку Я хочу до конца жизни держать тебя за руку Это невозможно Куда бы мы ни пошли, на нас будут смотреть, шептаться Я беспокоюсь не о себе Я не хочу, чтобы тебя жалели из-за меня Я слишком сильно тебя люблю Кроме этого, ничто для меня не имеет значения Нет, Мэри Ты живешь в обществе Я вне его Не говори так Хорошо, хорошо Качественно Спасибо Ты правда так думаешь? Джон, не могу передать, какой я кайф получил, когда услышал твой голос Я отдам что угодно, лишь бы увидеть тебя в этой роли Лу, я 12 лет не играл в спектаклях Ты это знаешь, я даже текст не запомню Я бы рискнул Но думаю, с тобой бесполезно спорить Ты теперь в Голливуде Мисс Мартин, мне жаль, но в этом году я пока ничего не ставлю Может быть, в следующем сезоне Если вы будете свободны Так ты не будешь ставить эту пьесу? Мне нужна звезда в главной мужской роли Если ты не согласишься, ни о ком другом я и думать не могу Может, вы его убедите? Нет, я не могу Очень жаль И для меня, и для вас До свидания, мисс Мартин Уверен, у вас не будет проблем на Бродвее Большое спасибо Джон, задержись здесь ненадолго Может, вспомнишь славу своей семьи? Помнишь, как твоя мать с отцом играли Ромео и Джульетту 39 недель? Твой брат от Элла 40 недель? Жаль, что ты не хочешь продолжить традицию Но ты свинья Если передумаешь... Какая жалость... Знаешь, вы вдвоем хорошо бы смотрелись Пока До свидания, мисс Мартин До свидания До свидания, мистер Мэнринг Ты будешь со мной играть, Кэтр? С радостью Но нет, это будет неправильно Неправильно? Как это может быть неправильно? Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать Если ты вообще хочешь попасть на сцену Это должно быть здесь, со мной Видишь там, наверху? Второй ряд на балконе Крайнее сидение Там я сидел, когда мне было 10 лет И моя мать в последний раз Это было очень давно Очень давно Но я прекрасно помню, как зрители аплодировали И в восторге кричали «Браво!» И скоро они будут аплодировать тебе, моя дорогая И когда тебя будут вызывать на поклон раз за разом И им все будет мало Я выйду Обниму тебя в свете рампы И я скажу им, Кэтрин Я скажу им, кто ты Джон Мэннеринг в спектакле «Возвращение в рай» Я слышал билеты, распроданные на несколько недель вперед Говорят, умная пьеса Надеюсь, ты так и напишешь в своей рецензии Как она? Потрясающая Я имею в виду, как актриса Я тоже Мне показалось, ее открыл Мэннеринг Мы с Барри будем проездом по пути в мой родной город Постараемся быть на премьере Но если не успеем, надеюсь, сегодня сбудется все, что ты хотела, Хани Добрый вечер, мисс Мартин Потрясающе выглядите Спасибо, я так волнуюсь, что едва могу говорить Все волнуются Джонни, объяви, что осталось полчаса Нужны высокие бокалы, коктейльные бокалы, карты И отодвиньте стол в глубину сцены Привет, Кэтрин Привет, Джо Посмотри на зал Полный Куда это положить? За сцену Он в этом пальто репетировал? Да Эндрюс? Да, сэр Как мистер Мэннеринг? Он приехал? Нет, мисс Что? Я здесь уже с полшестого Вы знаете, как он боится премьеры в Нью-Йорке Всегда приходит последним До начала полчаса, найди его Хорошо, сэр Возвращение в рай Эй, вы Да, вы Подойдите сюда Кажется, мы имели удовольствие встречаться раньше Я бы не назвал это удовольствием Пришли на спектакль? Считаете меня слюнтяем? Вы по-прежнему заблуждаетесь По своей части, я был бы рад больше с вами никогда не встречаться Думаю, я смогу это устроить Но не все так просто Вы до сих пор ее любите Иначе вас бы здесь не было Идемте, может, вы кое-что узнаете? От вас? Не спорьте, делайте, как я говорю Когда вы услышите, что я скажу после спектакля Может, захотите извиниться Актерам пройти на сцену Актерам пройти на сцену Вы припозднились Ерунда, у нас полно времени, Эндрюс Полно времени Актерам на сцену Трость, Эндрюс Перчатки Шляпа Вы в порядке, сэр? Конечно, в порядке Вам сделать кофе? Нет, кофе не нужно Я выпил пару бокалов, чтобы успокоить нервы Сегодня важный вечер, Эндрюс Зал полный, да, сэр Мисс Мартин в своей гримёрке? Да, сэр Эндрюс Какая первая реплика? Я ждал тебя в саду Да, конечно, я ждал тебя в саду Знаешь, Эндрюс, странная вещь Никогда не помню первую реплику в день премьеры А стоит мне выйти на сцену, сразу всё вспоминаю Мистер Мэнеринг Эндрюс У вас не так много времени, сэр Эндрюс, не относись ко мне как к ребёнку Спектакль идёт 9 минут перед моим выходом А за 9 минут я могу превратиться из доктора Джекела в мистера Хайда Интересно, Барри здесь? Он сказал, что не придёт Он при Хане это сказал, похоже, не обманул Можно мне взять автограф, Чарли? Но это подделка Чарли подаст на меня в суд Спасибо, спасибо, миссис Берген Я не миссис Берген, я миссис Маккарти Место действия гостиной Ричарда Стоуна в его доме на Лонг-Айленде Поздний весенний вечер Посмотри, кто там Да? Можно войти? Не сейчас, мисс Мартин Мистер Мэннеринг одевается Я просто хочу поблагодарить за цветы и сказать, что буду стараться Спасибо, дорогая, удачи Тебе тоже Похититель бутылок Дорогая, это ужасно Я ничего не подозревала, пока он не привёз её сюда А как ты, Шарлотта, в доме полно гостей? Мэри Дрейпер Удачи Спасибо, Джо Мне она нужна Сегодняшний вечер много для меня значит Когда тебя вызовут на поклон Я выйду и обниму тебя И скажу им, кто ты Что ты сказала? Ничего, Джо Скоро сам узнаешь Я еду домой Я еду домой Как ты могла оторвать меня от моих собственных гостей И притащить сюда, чтобы... Вот она АПЛОДИСМЕНТЫ Мисс Дрейпер Это миссис Картисон, моя тётя Рада познакомиться Ричард мне много о вас рассказывал Шарлотта, мне многое о вас Извините, я должна идти Меня ждут гости Я выпью с вами чай завтра, если вы ещё будете здесь С удовольствием До свидания, Дженни До свидания, Шарлотта Извини, что не могу помочь Эрвара, миссис Дрейпер До свидания А где остальные? Ужинают Ричард тоже? Мисс Дрейпер Я бы хотела с вами поговорить Я буду очень откровенна Хорошо? Мистер Мэнеринг, на сцену Минутку Я не могу идти на сцену, Эндрюс Десять лет этих проклятых съёмок в кино Что-то со мной сделали Это необычные премьеры Критики будут готовы растерзать любого Кто хочет вернуться на сцену из Голливуда Но вы были превосходны в последней роли Мистер Мэнеринг, поторопитесь Напомни мне первую реплику, Эндрюс Я ждал тебя в саду Да, вспомнил Я ждал тебя в саду Я задержался, потому что хотел увидеть твое лицо в лунном свете Что дальше, Эндрюс? Давай уедем туда, где тихо Ричард художник, поэтому его семья облюдёт его интересы Тогда, когда он решает пренебречь ими Мне жаль, что я вам не нравлюсь, миссис Стоун Сегодня я уезжаю и больше не вернусь Ричард поедет со мной Удачи, мистер Мэнеринг Спасибо, Джо Вы всю жизнь будете об этом жалеть Вы слишком молоды для Ричарда Вы не подходите друг к другу Возможно, но он меня любит, а я люблю его И чтобы вы не говорили, ничто не изменится Не будьте в этом слишком уверены Эти идиоты меня сбили Я ждал тебя в саду Я задержался, потому что хотел увидеть твое лицо В лунном свете Ричард, давай уедем отсюда, туда, где тихо И где мы будем одни Мы можем быть одни здесь Прошу тебя, Ричард, мне здесь неуютно Что дальше? Мэри, здесь мой дом Мэри, здесь мой дом Я хочу, чтобы ты его любила так же, как и я Скоро он будет твоим Мы много об этом говорили раньше Прошу тебя, Ричард, уедем Как скажешь, дорогая Я соберу вещи и буду ждать тебя в машине Что с ним, Эндрюс? Всего лишь нервы Вы хорошо играли, мисс Спасибо, Эндрюс Ричард, я не знала, что ты здесь Остальные ушли на ужин Да? Что случилось? Вы звонили, сэр? Да Принеси мне пальто и шляпу И подготовь машину Хорошо, сэр Ричард, ты что, куда-то уезжаешь? Да Да, я еду в город Ты забыл, что у тебя гости? Гости? Что с Мэнерингом? Пьян Извини за меня А утром ты можешь поехать? Подскажи Шарлотта, разве я не могу съездить в город? Шарлотта, разве я даже в город не могу съездить без твоего согласия? Хватит вмешиваться в мою жизнь Ладно, неси ему пальто Ваше пальто, сэр Вы его наденете? Спасибо Спасибо Начинай свою реплику Ричард Ричард Ты не можешь так просто уехать? Я скажу, что намеревалась Присутствие этой девушки в нашем доме Невыносимое унижение Помоги ему надеть пальто Помоги ему Ричард, тебе помочь? Знаешь, Шарлотта, никогда в жизни мне не было так хорошо Не туда Сюда, к нам Никогда в жизни мне не было так Давайте занавес, занавес Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что случилось? Дамы и господа По причине внезапной болезни мистера Мэнеринга Я, с сожалению, должен объявить, что мы не можем продолжить спектакль сегодня Вы можете вернуть деньги в кассе Жизнь Давайте Рина Жизнь Погнал Ну, скажи, Кэтрин Скажи, что я подвел тебя Скажи, что я пьяный трус Я бы не торопился на вашем месте Не стоит пока выходить Это был маневинг? Я не видел его лицу Похоже, он Ну, вы первыми меня поздравляете Как вам мой триумф? Прекрати Прекрати Подождите минутку Интересно, что могло случиться? Напился до беспамятства Жалко бедную девушку Было бы смешно Когда бы не было так грустно Да, конечно Это был маневинг Я сам его видел Его сбило такси Он в тяжелом состоянии Кей Мартин с ним Сиди там пока Звони, если что Сюзи Узнай, где живет Кей Мартин Позвони ей Откуда я знаю? Куда поставить вещи? Куда угодно Поставь там Ответить? Будь добра Слушаю Репортеры Репортеры Мисс Мартин Нечего сказать Она не будет Разговаривать с репортерами Почти 11, Эдгар Я знаю Нужно торопиться У меня эфир через полчаса Удачи, Эдгар Спасибо за все Не могу выразить Как мне жаль Ладно, ты сказал свою речь Теперь иди Ты знаешь, что сделает Чарли Если ты опоздаешь Что? Порвет тебя Берген Оторвет голову Мы сделаем все, что можно Оперировать бесполезно Пока мы лишь можем обезболить Вы известили его семью? У мистера Мэнринга нет семьи Он все время зовет Кэтрин Ему можно ее увидеть, сэр? Нет причины запрещать ему делать то, что он хочет Спасибо, сэр Послушайте, я же вам уже сказала Мисс Мартин ни с кем не будет говорить Да, ни с кем И не собирается делать заявление Свиньи Пусть говорят, что хотят Все грязные и подлые сплетни Уже были напечатаны в газетах Что они еще могут добавить? Не стоит так переживать Сейчас будет передача с Эдгаром Можно? Конечно Он нас не простит, если мы его не послушаем И не скажем, насколько он был плох А теперь, дамы и господа, парни, у ног которых весь Нью-Йорк Эдгар Берген и Чарли Маккарти Мистер Берген, прежде чем мы начнем передачу Я хочу, чтобы вы ответили мне на один вопрос Вы увеличите мне зарплату? Все-таки 25 центов в неделю недостаточно Что-что? Сегодня нам не хочется веселиться, правда, мистер Берген? Боюсь, что да, Чарли Дамы и господа Простите, что сегодня наше шоу будет не таким, как обычно Потому что с нашим большим другом, великим актером, случилось несчастье Сегодня вечером была премьера новой пьесы, где он появился на Бродвее впервые за последние 12 лет Он очень нервничал и перепутал свои реплики И впервые за столь блестящую карьеру Джона Мэнеринга спектакль пришлось прервать Это был ужасный удар по его гордости И мы не успели сказать ему, что это не важно Что любой человек имеет право на один провал Потому что через 20 минут после занавеса Джона Мэнеринга сбило такси И теперь он лежит при смерти Кора! Если его друзья слушают меня и хотят навестить его, они должны поехать в больницу Миттаун Где больница Миттаун? Надевай пальто, я тебя отвезу Эндрюс, с ним все будет хорошо? Газетчики преувеличивают? К сожалению, нет, мисс Он хочет видеть вас Он будет счастлив узнать, что вы здесь Я подожду здесь Мистер Мэнринг Эндрюс Позови репортеров Я должен им сказать Давно должен был Мистер Мэнринг, вы хотели видеть мисс Мартин Да, Эндрюс Обязательно Передай ей Если ее увидишь Как сильно я ее люблю Дорогой, я здесь Это Кэтрин Дорогая Как я могла быть такой эгоистичной и жестокой? Жестокой Ты? Дорогая Ты сделала меня счастливей, чем все люди, которых я знал Не надо плакать, дорогая Не надо плакать Я не сдержал обещания, Кэтрин Я не рассказал о тебе Это не важно Но я расскажу Эндрюс Репортеры Они внизу Хотите, чтобы они поднялись? Да-да Приведи их Хорошо, сэр Быстрее Тебе нужно молчать Отдыхать Дорогая Постарайся простить меня Я был тебе плохим отцом Ну что ты? Я никогда для тебя не делал того Что должен отец Боялся всем рассказать о тебе Но хотя бы Я сделаю это сейчас Доктор Мисс Райан Мисс Райан О нет Минутку, пожалуйста Господа Господа, мистер Мэннеринг только что умер Новая пьеса «Возвращение в рай» Сегодня нам нечего рецензировать Мы можем лишь говорить о нескольких минутах первого акта И конце великой жизни Те из нас, кто любил Джона Мэннеринга Знают, что он умер беспокойно, пытаясь сделать последнее заявление Но его жизнь оборвалась слишком быстро Возможно, Кэтрин Мэннеринг знает, что он хотел сказать И когда-нибудь она прояснит для нас эту тайну На вокзал, Пенсильвания Кэтрин, мне жаль, что ты уезжаешь Может, останешься и сыграешь в следующей пьесе Я не могу По крайней мере, сейчас, когда я тема номер один для сплетен У меня будет чувство, будто я пользуюсь его смертью Но он бы хотел, чтобы ты продолжала играть Может, в следующем году, когда обо мне забудут, я попробую сначала Что ж, когда решишь, сообщи мне Спасибо, вы были очень добры Если хочешь успеть на поезд, поспеши Хорошо Готовы, Кэй? Кажется, я ничего не забыла Я возьму Пожалуйста Мистер Берген, привет, Эндрюс Добрый день, сэр Добрый день, извините Привет, Эндрюс Здравствуйте, Кора Мисс Мартин, я боялся не застать вас Я бы не уехал, не попрощавшись с тобой Я разбирал вещи мистера Мэннеринга И нашел ваше письмо Я подумал, что вы хотели бы сохранить его Мое рекомендательное письмо Спасибо, Эндрюс Ты... Без вашего согласия нет, мисс А вы не считаете, что для вас это было бы лучше? Нет, Эндрюс Никто не поймет, почему я так долго ждала, чтобы сообщить об этом Если бы он сам рассказал, было бы другое дело А теперь это вызовет еще больше неприятных для него разговоров Я не хочу этого Я понимаю, мадам Разрешите, сэр Спасибо Барри приехал Мисс Мартин, скажите несколько слов Господа, мне нечего сказать Кей Барри Мисс Мартин, какие у вас планы? Кора, мы поедем за вами Газетные ищейки Ты уезжаешь домой? Кей, дорогая Да, Барри Я люблю тебя Всегда любил и буду любить Я был дураком, потому что ревновал и подозревал тебя Я пытался забыть тебя Чуть не испортил жизнь Хани Трудно поверить, что так много произошло за такое короткое время И все из-за этого письма Письма, которое должно было открыть дорогу к славе, успеху и к счастью А теперь Теперь он умер Он так много для тебя означал? Больше, чем кто-либо Значит, больше не о чем говорить Барри, дорогой Прочитай его, пожалуйста Пожалуйста Надо им сказать, чтобы они ехали побыстрее, а то мы не успеем Прибавь скорость Брось Они все равно никуда не поедут Ты так уверен? Послушай, Кора Он и она полюбили друг друга с первого взгляда Такой взгляд длится вечно Боже, как поэтично Заткнись Ладно Эдгар, Чарли все время будет между нами Как вам это нравится? Это моя машина Эдгар купил ее для меня, чтобы не заворачивать меня все время в газету перед выходом на улицу Извини, Чарли, но ты мешаешь Да? Нам с мистером Бергеном надо кое-что обсудить Ну, конечно Наверное, ты сама хочешь сидеть у него на колене Чарли Будь добр, сядь Нет, не буду Ну, ладно Не будь простаком Пока я между вами, ты в безопасности А без меня она захватит тебя, как Грант захватил Ричард Фильм переведен и озвучен на студии Элегия по заказу компании Светла